Начнем с победителей конкурсов. В гайде на Халида победил Артурчик 228 и получает призы стоимостью в 750 алмазов, а в регулярном конкурсе новостных видео побеждает Камила Нян, получая призы в 600 алмазов. Поздравим, ребят! А чтобы участвовать в конкурсе обновления 1506, тебе нужно подписаться на канал, поставить лапку, оставить комментарий и поделиться этим видео в социальных сетях. И все, я свяжусь со счастливчиком в комментариях. Мур, привет, друг, это Зверько. 6 августа анонсировали нового героя в Лол, Йоне. Давай посмотрим на механику боя. Йоне погиб на дуэли, он вернулся с того света. Кто? Ты. Я? Да. А ты? Что? Ну ты. Что я? Ну кто ты? Я ты. А я? Ты я. Б... Я кучу раз говорил, что навыки героев в мобоиграх очень часто состоят на заимствованиях. И бомбить по поводу глупо. Скины. Облик на Фрею Крылатый Сёгун или Крылатый Полководец будет доступен с 18 августа. Будем честными, ей идет этот облик, а поэтому стоить он будет 899 алмазов. Вновь добавили в продажу облики Дариуса и Гвеневры из King of Fighters. Доступны они с 12 августа по 10 сентября. Честно сказать, к этому файтингу я холоден, но скины неплохие, а стоят они 1288 алмазов. На все скины в первую неделю скидка в 30%. Реворкают, внимание, оригинальное произношение. Ляпу-ляпу. Но я хочу поглубже разобраться в реворке, поэтому обзор выйдет после этого видео. Многие спрашивают, когда же, когда же выйдет Бенедетта? А вот, судя по всему, Бене будет бесплатной. На тестовом заходим в новое событие и видим внизу дату. 15 августа. Что совсем скоро, а шумихи нет. В общем-то, я думаю, Бене будет бесплатной, но потом. Особо внимательный зритель заметит надпись и иконку Натальи. Я же думаю, это хитрый ход снятия обязательств. Настало время нашего знакомого спонсора. Друг, надоел подбор израков в мобоиграх? Выход есть. Ты можешь стать предводителем группы героев в игре, где все зависит от тебя самого. В Raid Shadow Legends тебя ждет коллекция из 500 чемпионов. Каждый со своими навыками и целая тема артефактов. Для персонализации каждого чемпиона, что позволяет собрать неповторимую команду. Твою команду, не похожую ни на какую другую. Теперь ты можешь играть в Raid как на мобиле, так и на ПК. Игра абсолютно бесплатная. В Raid доступны битвы с клановыми боссами и теперь добавлено еще множество обновлений. Теперь можно собирать уникальных чемпионов из частиц, которые ты зарабатываешь в рамках специальных и постоянно проводимых событий. Есть также новый базар, где можно приобрести себе ценные предметы в обмен на золотые слитки, выигранные на групповой арене. Кроме того, продлены вознаграждения за ежедневный вход в игру. Крутых чемпионов теперь раздают до 270 дней, и ты получаешь их абсолютно бесплатно, всего лишь за то, что играешь в Raid. Тима новых обновлений никогда не было лучшего времени, чтобы присоединиться. Так чего же ждать? Прямо сейчас переходи в описании под видео, качай Raid только по моим ссылкам. И в качестве нового игрока получи 10 загадочных осколков, 50 рубинов, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона ворожею в качестве бонуса. И поторопись, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Я, возможно, накручиваю, но, сдается мне, у Ланса появилась пара. Это Броуди. Жеманный не афро-расветовец, в облегающих лосинах и плаще на голый торс. Ммм, ЛГБТ? Шучу. Шучу, что шучу. Итак, я как раз подготавливал видео о впечатлениях от изменений Броуди, и его вновь немного меняют. Добавили эффектов, ожидаемо и приятно. И у него была прикольная комбинация с автоатакой у навыков. Теперь эти комбинации убрали. Второй навык прерывает автоатаку, а первый навык и ульта банально не срабатывают до выстрела. Комбинации, которые были, я покажу в отдельном видео про его геймплей. Пассивка. Добавили ускорение с 25% до 50%, но теперь только раз в секунду. Однако этого достаточно для более комфортной игры. Первый навык. Немного увеличили урон при развитии навыка. Был 250-450, будет 250-550. Немного ускорили анимацию каста. Также второму навыку ее ускорили. Ускорение бега плюс ускорение анимации сделают игру на этом жеманном мужчинке гораздо приятнее. А отсутствие комбинаций еще и упростит геймплей. Бартс. Тут разрабы офигели от того, какие они гениальны. И решили урегулировать сильную ульту. Атрибуты. Скорость автоатаки, получаемая от эмблемы предметов, уменьшена с 90% до 50%. Пассивка. Убрали набивание стаков на противнике. Теперь детона. Когда наберет 16 своих стаков, вырастает и начинает топать по земле, нанося бонусный урон вокруг себя и замедляя противников. Первый навык. Увеличили бонусный урон от масла. Было плюс 5% от твоих общих хп. Теперь будет плюс 7% от твоих общих хп. Новое значение имеют ввиду твои максимальные хп плюс бонусные от предметов и эмблем. Базовый урон поджигания увеличили. Был 90-240, будет 120-320. Ульте уменьшили урон. Даже не написали на сколько. Самоцени. Еще и перезарядку накинули. Было 28-22 секунды, будет 42-30 секунд. Что тут сказать. Пассивку усилили и это приятно. Скорость удара, а бог с ней. А ослабление ульты было очевидным. Герой пока все еще топчик. Бенедетта. Первый навык теперь наносит лишь 40% урона по крипам и миньонам. Небольшой нерв возможности пушить. Лисунсин. Разработчики решили, что он слишком лютый и решили нерфануть. Пассивка. Критический урон от первой заряженной атаки увеличивался с 85% до 100%. Теперь будет расти с 70% до 100%. Первый навык. Убрали 30% уменьшения входящего урона. Вот второе изменение как убийца будет неприятно. Также по лингу разработчики прошлись катком нерфа. Пассивка. Если линк словит контроль, сидя на стене, то брякнется вниз и получит замедление 30% на 2 секунды. Второй навык. Увеличили задержку каста на стене. Была 0,4 секунды, будет 0,5 секунды. Ульта. Уменьшили получаемое ускорение с 30% до 10%. Жестко поступили. Жестко. Атласу опять прилетело. Второй навык. Когда во время второго навыка применяешь ульту, теперь хрен тебе, а не оглушение. Теперь будет лишь замедление бега на 40%. По поликупа. Атрибуты. Купи откатили обратно изменения по хп. Не вдавайся, это даже для меня скучно. Они не могут определиться в жирности волка. Тьфу. Первый навык. Базовый урон уменьшили. Был 240-330, будет 200-290. Но увеличили физический бонус с 60% до 70%. Третий навык. Замедление уменьшили с 35% до 20%. Ульта. Бонусную скорость атаки увеличили. Было 30-50%, будет 30-70%. Видимо разработчикам стало стрёмно, что порой купу используют как поддержку. А они хотели, чтобы как стрелка и всё тут. Чонг. Пассивка. Сжигание Ша удлинили с 1 секунды до 2 секунд. Скорости передвижения теперь это даёт больше. Не 30%, а 45%. Однако срабатывает лишь раз в 2 секунды. Вампиризм уменьшили с 20% до 10%. Ульта. Базовый урон в форме. Чёрного дракона уменьшили. Было 200-360, будет 180-310. Ну и под этот же каток нерфов попало Ло И. Первый навык. Базовый урон был 250-450, будет 230-430. Второй навык. Базовый первичный урон был 250-350, будет 200-280. Бонус магической силы первого урона уменьшили на 10%, теперь даёт плюс 40% магической силы. Урон от притягивания и расстояние уменьшено на 10%. Мне тут специальный корреспондент прислал видеозапись водителя этого катка нерфов. Нежданный ап КАИ. Базовое здоровье увеличили. Было 2459, будет 2609. Первый навык. Увеличили урон. Был 120-270, будет 135-285. Клауд. Тут заметили, что сильно перенерфили героя. И чуть вернули первый навык. Скорость атаки и передвижения, которые он получал ранее, 2-4,5%, теперь будет получать 2,5% и 5% на шестом уровне. Наки, держите, как говорится. Хелкарт. Накинули немного стартовой скорости атаки. Лучше покажу на экране. Враг теперь получает молчанку, только если накладывает контроль на Хелкарта. Гарантированно можешь надеяться на молчанку от первого навыка. Кимми. Базовая атака. Ранее. На старте было плюс 35% общей физической атаки. Теперь будет расти с уровнем от 30% до 39% бонуса общей физической атаки. Алдос. Получил небольшую переработку. Теперь он будет немного сильнее на старте, но и немного слабее в конце. Первый навык. Базовый урон заряженной атаки переработан. Был 100-300, будет 130-330. Однако, бонус за каждый стак не 8, а 7 единиц урона. Эсмеральда. Первый навык. Первый навык. Щит был 350-700, а будет 400 и 750. Исправили проблему, когда щит превосходил 50% от ее максимальных ХП. Вейлу облегчили фарм. Первый навык. Уменьшили затраты маны с 75-100 до 60-85. Базовый урон вырос с 230-430 до 250-450. Когда выбрано улучшение размеров для навыка, перезарядка уменьшена. Была 8,5 и 6 секунд, а будет 5 секунд для всех уровней. Второй навык. Когда выбран ветерок, который останавливается на противнике, урон ветерка был 60-160. А будет 90-215. Ух! С позухом огня до возгорится пламя! Однако, если ты выбрал подбрасывание, его уменьшили на 1,1 секунды. То есть противник будет летать 1,1 секунды. Микронерфик, который никто не почувствует. Опа! Пришел ап, откуда не ждали. Карина. Пассивка. Был бонус 10%, а будет 15% от потерянных ХП противника. Ульта. Ранее перезарядка была 36-30-24, теперь будет 28-24-20 секунд. Альфа. Опять накинули бонус для беты. Был 270%, будет 360% экстра физической атаки. Минситар. Второй навык. Базовый урон был 230-455, будет 300-450. Перезарядка была 9,7, будет 8,6 секунд. Затраты маны уменьшили с 60-110 до 50-75. Гататкача. Разработчики поняли, что у него излишне мощная заряженная атака и уменьшают ее урон в поздней игре. Вот только забыли цифрами это написать. Первый навык. Уменьшили замедляющий эффект с 40% до 30%. Зилонг. Второй навык. Увеличили площадь навыка на 8%, а базовый урон был 200-400, будет 250-450. Эйдора. Ульта. Сменили соотношение сторон между первым и вторым уроном. Было 5-6, будет 6-5. Средний урон плюс-минус километр. И за что-то нахлобучили алукарду. Первый навык. Убрали эффект замедления. Второй навык. Увеличили перезарядку на 1 секунду. Теперь она 5 секунд. Ульта. Добавили эффект замедления на 40%, длительностью в 4 секунды. В совокупности всех изменений. Алукар теперь ультовый убийца. Как говорится, с ультой ты лев толстой, а без ульты ты ал. Другие изменения. Изменили кучу мелких ошибок, но они столь не критичны. Так что пропускаем. Сильные изменения в режиме боя. Разработчики решили взяться за перебаланс этого режима. Дополнительные навыки. Исцеление. Уменьшили отхил на 50%. Огненный выстрел. Перезарядка увеличена на 50%. Урон уменьшен на 25%. Собственно, ребаланс выглядит так. Не совсем уверен в правильности перевода с китайского на английский, но вот тебе список. Он капец какой большой. В первом усиленные герои, во втором ослабленные. Дилд. Это нанесенный урон, а тейкен это получаемый. И тут возникает некоторая путаница. Просто если этот список переводить, это капец как хронометраж растянется. Так что ставь на паузу, если интересно. А вот на этом всё. Надеюсь, было интересно и полезно. Не забудь подписаться на канал и показать видео друзьям. Жму лапку. Пока-пока. И кстати, тут вышла история Халида в моей озвучке.